Можно в меланку и козу пести? Новый рік до хапи принести? Можно? В ночь с 13 на 14 января по старому стилю наступает Новый год. 14 января издавна принято вспоминать святого Василия. Он считается покровителем земледелия. Поэтому от наших предков дошел древнеславянский новогодний обычай посевать. Молодежь ходила от дома к дому, пела калятки с самыми добрыми пожеланиями, благосостояния, добра и здоровья для хозяев дома. Те же в свою очередь должны как можно лучше принять посевальников. Ни в коем случае не прогонять. Это принесет неудачу в наступившем году. А наоборот, обязательно одарить деньгами и угостить вкусными блюдами, сладостями. В гости к каналу Бессарабия ТВ в этот день, 14 января, пришел коллектив «Веселка». Голосистые девушки в украинских народных костюмах привели с собой маланку и козу. Согласно давним традициям, в маланку наряжали парня. Ему надевали заплатанную юбку, щеки красили свеклой. Гвалт! Гвалт! Вы подивитесь на эту дуровину! Смела все смятя на середину! За приписок, дурна баба, сховай левши роги, бо кто на сад вечер мете хату через все пороги? Маланка, паня! Адаша, маланка, паня, роботя! Щедровальники попросили хозяев пустить в дом козу погреться. Коза станцевала, поздравила всех с Новым годом, а потом неожиданно для всех умерла. Театрализованное действие имеет глубокий символический смысл и говорит о приходе зимы, замирании всего живого. Согласно сценарию, коза оживает. Ведь за смертью обязательно следует возрождение, а зиму всегда сменяет цветущая весна. Аллах! Тут кто сделает, не поможет. А у меня ни кропу, ни петрушки немало. Та диду, ну ты прикалис. Долари давай, долари. А может гривні? Коза, гривні можно? Можна, тяни гривень, а я буду жива, не думай. Коза ожила, тай підвелася, тай піднялася, тай вишла коза, тай гуляючи, тай стиваючи. Усіх діточок взвеселяючи. Ого-го-го коза, ого-го сирая, ого-го білая, ого-го пистрая. Ой, розходися, розвеселисься по всьому дому, по веселому. С новим роком!